Всем привет! Все вы, наверное, знаете, что angry по-английски это злой. Но давайте сегодня поговорим о том, как это слово правильно употреблять. Например, если нам нужно сказать, что кто-то на кого-то злится, то мы говорим get angry. Например, he gets angry every time people mention money. Он злится каждый раз, когда люди упоминают о деньгах. Если мы не злимся сами, а наоборот злим кого-нибудь, то по-английски это будет to make angry. Например, don't say anything, you will make him even angrier. Обратите внимание на то, как мы образуем сравнительную степень angrier. Как вы понимаете, злить нас могут совершенно разные вещи. Мы можем злиться на кого-то, на что-то, на неодушевленный предмет, или же просто на ситуацию. Если мы злимся на кого-то, то мы используем предлоги with или at. Например, don't be angry with me. Не злись на меня. Если мы злимся на что-то неодушевленное, то мы используем предлог at. Например, Tom is angry at the way his boss treats him. Том злится на то, как босс его с ним обращается. Если мы злимся на что-то или на какую-то ситуацию, мы можем также использовать предлоги about или over. Например, Jessica is angry about the whole thing. Или Jessica is angry over the whole thing. Джессика злится на все это. Можно также сказать to be angry that. Злиться на то, что. Например, he's angry that I did it. Он злится, что я это сделал. Мы также можем злиться на себя. To be angry at ourselves. Or to be angry with ourselves. Например, Victoria is angry at herself for trusting this man. Виктория злится сама на себя за то, что доверилась этому человеку. Все, это все. I hope you are never angry either with yourself or anyone else.